Аяномайская почтовая тракта В 1852 году состоялось переселение 99 семейств из Иркутской области и Забайкальского края В 27 учрежденных почтовых станциях от Усть-Маи до Аяна В числе этих переселенцев оказались Кривошейн, которые крепко обосновались в наших краях, в Амге и Усть-Маи И сегодня герой нашей передачи, потомок тех переселенцев Николай Васильевич Николаев Создатель уникального палеонтологического музея, заядлый охотник, краевед и любитель красоты из старинного села Петропавлов Закончил Петропавловскую школу, восьмилетку, вечернюю 9 классов Поступил в Алданское на автомеханика, пошел в армию в 70-м году Отслужил, работал на объекте Сатурн, был картефеодом, занимался лыжами Кандидат мастера спорта, еще увлекался нетрадиционными видами спорта Как якутскими, кола, эстанга, колы, кобах Тоже выполнил, но неофициально, мастера спорта, еще в восьмом классе И всю жизнь профессиональным спортом занимался, это 50 лет В 84-м году пошел на работу профессиональным охотником Вы сказали, что спортом занимались, что это дает человеку? Да, вот тут я хотел бы остановиться У меня много записано, много своих статей есть Для молодежи в основном Ну, я работал еще как-то в школе, вел шахматы Это программа была школьная, Петропавловская Для логического мышления С 1 по 11 класс вел, потом начальный класс, 4 года проработал В этой же школе был тренером, ну, выездным тренером Моя основная спортивная карьера – это лыжи У нас все лыжники, братья Мы в свое время в районе своей личной софеты становились чемпионами 4 раза Когда в отдельных организациях работали, каждый за своей организацией выступал Одно время мы сразу в 4 организациях выступали Сразу 11 человек, в Николаевых, ну, получилось так, что выступали И отец у себя отмечал в дневнике, что вот Я горжусь своими, своей семьей, своими сыновьями Все они армию отслужили Выступая в разных организациях, ну, спортсменами, лыжниками Они давали наибольшее количество очков для своей организации Вот так, вот такое было В свое время, когда я бегал уже, достиг хороших результатов На марафоне был третьим в Якутии И мой брат хотел меня тренировать, ну, для дальнейшей карьеры спортсмена А, как всегда, вы знаете, у молодых максимализм играет Жизнь хочется, а там дисциплина Я отказался, ну, меня больше привлекала жизнь простая, деревенская И уже потом, когда женился, уже тут семья, все И это дело отпало Ну, я все равно продолжал на выезды ездить Везде, Советский Союз, везде Были и в Москве, и там По многоборию выступал, по многоборию по зимнему У меня тоже мастер спорта есть Мастер спорта СССР, да? Да, такое было, зимнее многоборие называлось Тогда много видов стало, помимо лыж, ну, включая лыжи там Есть зимнее многоборие, есть летнее многоборие Потом есть национальные виды спорта, которые включены тоже Там виды, ну, вот, например, многоборие там летнее, ну, национальное тоже По этим видам тоже выступал, ездил там, ездил Намцы, Вилюйск, сборные района Если, например, я выступаю лично для себя, то это моя слава То есть у человека самолюбие играет То есть он для себя спортсмен профессиональный, он для себя А мы как, ну, у меня брат, конечно, мастер спорта он был А настоящий при Советском Союзе, это первые мастера спорта Винокровь Николая Николаевича и Николая Дмитрия Васильевича Вот на примере их, и у меня больше всех получалось Поэтому под Дмитриевым крылом я вот так пошел И он говорил, что, и я своим ученикам тоже говорил Ну, вот у меня ученики такие, как Дичковский, Слава, Лобуков Я говорил, что спортсмен должен быть прежде всего человеком Спорт лыжи, особенно он тяжелый спорт, его называют лошадиным спортом Поэтому лыжный спорт дает очень многое И главное, он дает для жизни многое Спортсмен, он больше делает, чем любой простой человек И может сделать для своей семьи все Когда экстремальные ситуации в жизни Он может выжить в любых ситуациях Потому что нам приходилось даже при 46 градусах тренироваться А раньше экипировка очень плохая была, ботинки Вот, поэтому обмораживаешь ногти Вот, например, за сезон опадали на ногах все ногти 10 ногтей все опадали Тернеет, потом все опадает Потому что замораживаешь, потом отогреваешь, замораживаешь, отогреваешь Вот, у нас очень трудные условия для лыж И это пример для своих детей Большой пример Подспорье, вот именно Такой лыжный спорт Он дает, то есть простой человек может там 5-7 часов работать А лыжник, спортсмен, он может и 12 часов работать Я, например, вот ходил пешком на свои годы по 100 километров Я мог идти 12 часов к ряду Пока уже коленки отказывают Ну, соль набирается и отказывают Я как не склонен вот быть профессионалом То есть профессионал работает на медали, на славу А спортсмен, который не добиваясь ничего, а просто для жизни занимается Он не самолюбив, а он человечнее делается Вы себя профессиональным спортсменом не считаете? У меня слава как-то обрывается Я не могу вот заниматься профессионально То есть у меня такой характер, что я хочу вот и лыжами, и другими видами спорта Вот для жизни, именно для жизни Это подспорье У вас очень много тут медалей, я смотрю, да? Да, ну Это все многоборье, да? Да, да, тут по всем видам спорта У меня советские грамоты, их много очень Ну, они, их тут нету Это вот с 90-х годов только 90-е и 2000-е годы А это что за то? Я как спортсмен и еще увлекался Познанием венских и якутских обычаев Поэтому все изготавливал Мне все интересно было Меня, ну, ставили, например, проводить соревнования на бакалдыне На якутских соревнованиях Особенно я преуспел на якутских эсэхах, когда выступал Я 30 лет первенство держал по прыжкам Ну, мой брат тоже так же Потом я преемником стал и тоже так же держал марку, как говорится Ну, и ученики были То есть в районе, да? Да, и поэтому я параллельно, вот Если бакалдын или что-то я исследовал там И вот смотрел картинки и изготавливал вот сам поделки У вас на дворе очень много поделок Это, видимо, ваша тоже большая страсть Да, потому что у меня жена Ивенка А, да? Да, чистая Поэтому, когда я женился, и меня заинтересовало, что Я так подумал, что народ Ивенский самодостаточный То есть у него таких, как у других народов, грехов нет Ну, то есть он и честен, и человечен, и все Потом, вот изучая, изучая, и книги потом пошли уже Я начал изготавливать якутские сэрге Я вот в своей жизни для праздников и людям Сделал без комплексов только 50 сэрге 50, да Ну, это вот еще лет 5 тому назад я почитывал или 10 Везде стоял На ласах даже у меня есть на базе стоит сэрге там Вот И на праздник Ивенкийские же они отличаются? Да, ивенкийский просто столбик Вот и все И даже у меня зять был у сестры, муж, он утонул И сначала крестик поставили на могилках, потом крестик сгнил Я поставил ему вот ивенский столбик с этой цитографией Даже на кладбище Я люблю это дело И вот все поделки у меня, например, в лесу нахожу Откуда это у вас? Не знаю, вот у меня страсть именно к дереву Ему попадаются глаза всякие Да, да Вот еду, например, на охоте ли я где? По дороге ли где? Я интересную подберу камень, подберу интересный сучок Я с 91 года живу Вот тут, например, у меня было огорожено все Здесь земляника с саранками росла Там вот пруд, это же пруд у меня Вода полностью стоит Он просто высыхает Маловатый Я даже карасей запускал на лето Ну, вот у меня все обложено камнями полностью Рассадники даже Тысячи камней тут Я камни люблю Там едете, когда сучмая Там видели дорожку из камней больших? Пыталась показать, да вы проехали Вот обратно поедете, покажите Это я там уложу Чтоб не заезжали Там сосновый убор красивый Это хорошее место у нас А вот эти молодежь, она машинами туда заезжала И все, я перекрыл Так как у нас тактора, машины Обычно наезжают на столбы, на ограды Ну, раньше же выпивали здорово И перед оградой я решил положить камни Сначала положил камни А потом, мне мало показалось Уже 90-е годы, перестройка И я вот написал Непокоренным народом Якутии Кто остается со своими заповедями, обычаями Вот кто остается с этим? А не с европейскими этими ценностями Как его воспитали родители, он остается таким Вот этим я и как раз посвятил Я хотел вообще на камнях вот сделать Посвященные именно вот Якутии Всем народам Ну вот узоры такие сделать Хотел выбить Там вот выбил я руки И везде я их привозил вот на тракторе Где большие камни лежат С берега там везде А плуг Ну это мы когда занимались сельским хозяйством Мы там даже на 65-м километре У нас сельхозтехника была Картофелеводство, сенокосы Совхоз срухнул А в честь сельского хозяйства Вот я и поставил этот плуг У нас много раньше оборудования И сеялки, и веялки Ну а плуг, как говорится, самый достойный Землю пашет Усадьбу когда сделал Я вот такие сделал якутские столбы А старики приходили и говорят мне Николай, ты что делаешь-то? Я говорю, ну как? Это же ваши ровесники, говорю У вас же всегда такая городьба была на ласах Вот я сделал сельхозтехника Совхозная, колхозная Вся сельхозтехника стоит Где бывшие колхозы Она там в тайге так и осталась Веялки там, сеялки Ну а вот ограду Все своими руками делал Никого не приглашал, никого не нанимал Как говорят в жизни Родить сына, построить дом Написать книгу Вот этого я ритуала придерживался Всю жизнь Ну вот тут, что я когда начал изучать Вот про Серге Когда узнал Я срисовал все виды Серге Когда начал делать А когда еще не знал Я взял первый столб Поставил и сделал его А потом узнал, что это шаманский Серге И это духовные его уровни Уже Это хозяин Хозяин двора Серге Хозяина А это вот русские мельницы Большие были Двухэтажные Настоящие мельницы Вот эти три А это бычая Бычая мельница Где быки А этот настоящий Для пшеницы Узор Это вот колодка Для лошади Ну вот Деревья насадил сразу Вот это Жимолость Такие деревья здоровые Она же упала, да? Собрали? Собрали все, а? Вон полностью сад Из жимолости Вон тот сад Мы еще когда Не соберем все Мы привлекаем Родственников собирать Там внуков Кто просит Чтоб не оставалось Ну вот Лодка Телеги Какой двор у вас? Вот Из своего сада А-а-а Я еще кузнецом был В совхозе работал Кузнечный дел Тоже Кузнецу сам Разрушенную кузнецу Остановил Мне отец Помог сделать Горн Печку поставил И вот Я кузнецом работал Два года Поэтому Я начал делать Ножи Там К ним ручки делать Ну все Буквально Что Есть в деревне Я все Изготавливал Ну и сейчас Изготавливаю Все что Задумал я Например Я как бы Исполнил У меня так Ну хочется Внукам передать Там Сыну В детстве Я со школы Рисованием Занимался Вот у меня Даже в музее Школьном Есть картины Там И Людей Например Собираю Вот я Газеты Например Если Встречаются Мне хорошие люди Там Фронтовики Вот Или такие Интересные люди И я вот Все Собирательством Занимаюсь У меня вырезки Все Склеенные Все Какой бы он Человек Не был в жизни А если он Мастер Я для себя беру От него От людей От хороших людей И по жизни Мне хорошие люди Вот приезжали Заместитель Арсена Вот Потом У меня есть В городах России Знакомый Писатель Даже Вот знакомый Есть На Сысыл-Сысыл Вот был Специалист Энтологии И генеалогии Вот Араунов Константин Ильич Вот Я с ним знакомый Когда древо Своё Семейное Сделал И электронное Древо Сделал Один из Учмайского района Только сделал И Откуда Ваш род Тогда пошел Ну Наш род Николаев Он Приехал Из Украины С города Николаева А По маминой Линии Они Хлебопашцы Были Они 16 века Здесь И вот Буквально Вот этим Летом Иркутские Кривошейные Вот Незнакомые Приехали То есть Дополнение К этому Древу Ещё По материнской Линии Приехали Ко мне Вот прямо С Амги Ну у меня А в Амге Там есть тоже Кривошейные Они Через них Узнали А Амгинский Послали Ко мне Потому что У меня Древо Есть Вот 700 Человек Ещё Прибавилось 500 Вот Такие дела На берегу Мою Крупную Рассадушку Мою Крупную Зелёную Погорела Лебеда Без Дождя Погорела Лебеда Без Дождя Моя Крупная Рассадушка Моя Крупная Зелёная Пошлю Казака За водой Пошлю Казака За водой Ни воды Нет Ни Казаченьки Ни воды Нет Ни Молоденького Кабы мне, младой да ворона коня, я бы вольною казачкой была, я бы вольною казачкой была. Скакала бы, плясала по лугам, по зелёным, по дубровошкам, по зелёным, по дубровошкам. С донским молодым казаком, с разудалым добрым молодцем, раздушечка, казак молодой, раздушечка, казак молодой. Что не ходишь, что не жалуешь ко мне, что не ходишь, что не жалуешь ко мне. Познакомился с одним человеком, ФСБшником, Кирилл Калистартов Анасевич, он книгу сейчас пишет про Строда. И вот был юбилей Эсеха, он меня тоже пригласил, вот памятный знак мне подарил тоже. А Строда как? А Строда, у нас все события вот с Петропавловска начинались. Это мне подарены книги Сабагии, Самгии, вот тут со многими знаком с районов. Вот Артемьев Александр Еремеевич, который министр был сельского хозяйства, я с ним знаком с 90-х годов. И сабагинцами, ну там у меня родственники, конечно, есть. Есть музей хлебопашества, где мой дед есть, он вот изобрел эту пшеницу Победа в Академии наук хранится. Также у меня по материнской линии у меня есть прадедушка, вот Киринский, Якутский Ломоносов, это мой прадедушка. Да? Да. Ни родной, ни по крови. Вот бабушка моя, она была приемной дочерью его. Улицы назвали, музей открыли Киринского. А вот Николаев из Украины в каком веке? В 19 веке мой прапрадед тоже, он музыкантом был. Он изготавливал музыкальные инструменты, начиная от гитары и кончая вот балайками. При царском гонении же разные, он на этих балалайках, на гитарах, он как изготовитель, пел песни, как говорится, запрещенные. Они потом сюда, в Якутию, переехали. В Хабаровске были, потом их выслали, вот их на родину Павловск, они там жили. Потом в 20-х годах они вот сюда, в Троицк перебрались. Троицк, их образовали же скопцы, духоборы, а потом за ними, они все разъехались, их сослали дальше, и дальше, и дальше, духоборов этих. Потом они в Канаду все, и также из скопцы выехали за рубеж. А их на места вот поселки заняли и наличники, вот наши предки уже непосредственно. И тоже свободными хлебопашцами были, свободными людьми до колхозов. Они имели хоть сколько могли иметь земли, пшеницу садили тоже хлебопашцы. Вот отец называл себя природным крестьянином. Так он тоже занимался пшеницей, очень талантливый человек был. Он с Академии наук, например, по хлебопашеству, он вел, ну, когда колхозы образовались, он вел подопытный участок 6 сортов пшеницы и отправлял в Академию наук. Очень, очень был талантливый. В свое время он многодетный был, а закончил 3 учебных заведения. Вот ЕПИ кончил, потом агрономию кончил и строительство. Недавно геология приезжала, специалист по геологии. У меня, потому что музей есть, палеонтологический, исторический. И у меня, ну, школьники работают по моему музею. Вот устьмаевские школьники, вот сейчас доклады же пишут, их ведут с 6 класса по 11. И вот они пользуются моим музеем. А у меня находки такие были даже, вот орудия древнего человека. И вот как раз специалист приезжал, они ездили на Дюкчайскую пещеру, он сопровождал ребят с Питроваловской школы. А он мой музей посетил и сказал, да, я подтвердаю, что это орудие древнего человека. И заинтересовался очень. А вы сами изучаете уже? У меня спонтанно в 2007 году ребят сопровождал природоведение, ну, вот экологию, да, вошла вот это, и историю своего края. И вот школьники ходили в походы. Я повел в 2007 году, в одном месте открылось доисторическое место, ну, ледник открылся. И там я нашел кости. И приурочил вот этот маршрут тоже, чтобы школьники посетили. Они сразу нашли кости, его в музей даже отправили. А я потом продолжу самостоятельно изучать. Я включу тут иллюминацию. Почему цепью? А цепью это я, когда внуки росли, я специально сделал подсказку. Кот ученый, все ходит по цепи кругом, они под сюда лазили у меня. А это, когда дом строили, там деревья такие встречались, ну, вот это тоже вот такие вот деревья. Я их так обрезал, обработал, и все. Ну, вот. Мои богатства. Очень много костей. Да. Это вот древние все кости, древних животных. Это какой век тысячелетий? Да, ну вот. Где-то 140 получается. Тысяч. Вот у меня специальная книга есть. Вот по древним животным. И тут все. Когда приходят дети, вот. 140 тысяч. Да. А это у меня совмещенный еще музей, вот, исторический, местного значения, как говорится. Вот. От 120 до 6 тысяч лет назад. Вот они, мамонты. Вот мамонты. Вот видите, бивень. Тут и зюбры, лошади, олени. Вот и зюбры. Они трех типов были. Тут вот носорог. Вот видите, вот. Это верхняя часть, где рог-то у него вот так. Мамонты, мамонты. Да, вон мамонты. Вот большие части, это все мамонты. А вот у меня орудия древнего человека здесь были. Вот. Это уже подтвержденный. Вот приезжал специалист, геолог. Именно по древним орудиям древнего человека. Вот сказал, можно все это в музей. В любой музей отдавать. Вот так. Да. А эти вот все части, это от мамонта. Вот видите, вот есть определитель специальный. Это малая академия приезжала, когда. Тут вот все подписано. Вот тут кости нашел, например. И поэтому определить определяешь от чего. Ну тут, конечно, там у него много томов. Но он примерно вот подарил такую книгу. Сейчас уже выпускают такие книги. Вот черепки есть древнего человека. Не древнего уже человека. Ну, перед современным. Вот видите, тоже есть. И книга специальная. Вот видите, вот все совпадает. Есть у меня аммонит был. Но я его куда-то на охоту уехал и положил, чтобы не украли. Аммонит-то очень ценный. Я его спрятал где-то и не могу найти до сих пор. Такой аммонит, который первый житель Земли, когда еще людей не было. Аммонит, который создавал кислород на Земле. Ну, знаете, они большие там, в Швеции, вот такие находят. Двухметровый диаметр аммониты. Беспозвоночные первые. Вот у меня такой был. Маленький. Вот так. Ну, костей древнего человека пока я не нашел, короче. Должно быть. Должно, конечно. Вот я же нашел, значит, рядом и это должно быть. Но пока. Вот все это крупные кости. Вот это мамонты. Вот челюсти даже, видите. Вот, например, верхняя челюсть. Бивень, вот он стоит, вот он. Целый. Ну, целый – это редкость. Целый – его никто не отдаст. Правильно? На ручки там. Тут у меня разложены. Они должны были приехать ко мне, они обещали приехать ко мне. То есть сертифицировать их, пронумеровать, все как положено, да? Ну, у меня же зимой он холодный. Когда они приедут? Ну, и когда им времени, как говорится. Вот так и лежат по этому у меня. Я даже не знаю, сколько у меня вот. Ну, подсчитано где-то, может, 500 или сколько. Музей богатый, конечно. Ну, говорят, так они. Тут я разложил отдельно вот ребра там, позвонки. Они, когда вот их находишь, они же все разбросанные. Редко, когда все лежит рядом. Вот. Тогда хорошо уже определить. Видите, отметины вот. Ну, он вроде сказал, что может это отметины древнего человека. Ну, порезанный вот, видите? Просто порезанный. Да, да, да. Это не руны, просто порезанный. Может, руны? Может. Ну, под вопросом, ну, возможно. Ну, вот он некоторые, некоторые редкие еще. Вот, например, от косули, от древней косули. Кость. Вот полые. Ну, это птицы, птичьи. Бизон. Бизон, вот у них, они трех типов. Вот так ровные есть. Вверх и вниз. Вот тоже книга. Доисторические? Да, доисторические. Ну, и сейчас он уже у нас в натуре есть. А кости динозавра не находили? Нет. Пока тут оленя, лошади, мамонта, носорога. Ну, и мелких собачьих. Вот это вот кости, вот мелких собачьих. Ценные очень кости. Вот они. Древние собаки. Да, да. Собаки, волка там. Вот у меня альбом есть доисторического леда. Я же где нахожу, вот видите? Вот он, доисторический лед. А, вы сразу отмечаете? Я фотографирую сразу, видите? Вот он лед. Когда провалы, вот, под землей, вот, все зафиксировано. Видите, как он? Это уходит туда, под землю. А он совсем на поверхности недалеко. Если пожар или лес сгорел, все, начинается оттайка. Вот видели могильники такие, бугорки? Вот это оттайка уже идет, все, конкретно. Вот видите, как он? Там пещеры целые, вот там кости-то и лежат древнего человека. Вот это растаивает летом, и он схлапывается все, уже ничего не найдешь. А люди не замечают, они мимо ходят, не обращают внимания. Тогда надо вовремя. Да, вовремя. Как только ледоход прошел, половодие прошло, весеннее, все надо ехать, искать. Вот как обрушивается земля, разрушается. Берега земляные, у рек, у речек. А где кости, например, вот находишь, много костей, если на одном месте, значит, древний человек же, он же пользовался. Вот такая программа еще была, мерзлотомер. По всему миру была. Ее организовал вот японский профессор Такеша. Вот, видите? Для школьников была программа по всему миру, где есть мерзлота на земле. И вот каждую школу давали в районе, одну или две школы. И шурф били им, и они температуру измеряли круглогодично на два года. Потом давали данные вот в этот журнал. И вот издана. Вот, например, у вас какой район тут можете найти? Ну, это первый, вот Усмайский район, например, вот. Вот, видите, Усмайский район. Вот они шурф били. Вот потом диаграмму сделали, какая температура за два года. У меня, например, стоял прибор, вот булуси стоял, у меня булус. На два года тоже прибор он поставил. И он через спутник там измерял два года. Моргает, там стоит. Датчик. Да, круглосуточно. А вы знакомы с Наговицыным Прокупьем Романовичем? Наговицы? Из этого, из Хангаласского Улуса? Нет. Нет, да. Вот у меня есть. В Сузиас, как бы, тоже собирают постоянно. Да, да, да. К ним экспедиции организовывают. Вот к нему приезжают тоже такие палеонтологи из России. Ну вот, вот они вот школьники ходят по музеям, они вот доклады пишут. У нас еще есть вот такие станции японские стоят в Якутии. Три станции такие стоят. Вот в Чукурдахе, Вилюйске, вот и у нас в Усть-Майском районе. Вот на 65-м километре. Вот в 2010 году открыли. Это по глобальному потеплению. Они работают с якутскими совместно. От Петропавловского 65 километров. На растениях прямо на листочках и боры стоят. Они 16 положений снимают. Да, как реагирует вот это растение на ситуацию вот по... На экологию там. Да, да, да. Потепление, да, чувствительность. Вот листочка. Вот эта вышка титановая. 50 тысяч долларов стоит. 42 метра. Анклавы действенной природы. Чубарики, чубчик, малина. Чубарики, чубчик, малина. Малина, 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 на горит-то калина, под горою малина, 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 малина. Там девица гуляла, там красная гуляла. Гуляла, гуляла, гуляла. Чубарики, чубчики гуляла, 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 гуляла. Калинушку ломала, калинушку ломала. Ламла, ламла, чубарик, чубчик ломала, чубарики, чубчик ломала, ламла. Пучочки вязала. Чубарик и Чубчик вязала Чубарик и чубчик вязала, 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 вязала. На дорожку бросала, на дорожку бросала. Бросала, бросала, бросала. Чубарик и чубчик бросала, Чубарик и чубчик бросала, 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 бросала. Васица попала, Васица попала, Васица попала поWest만 Чубарики-чубчик попала, Васица попала, Мыица попала по Спутили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok